Разведением кроликов Анна мечтала заняться с детства и мечта благодаря соцконтракту наконец-то сбылась. Поэтому и подход к ведению дел на ферме можно назвать почти научным. Когда мы уже поняли, что нам выделили деньги, что действительно этот проект прошел и мечта уже близка, до этого я договорилась с Константином Федоровичем Ротарем, который держит в Елшанке Теренгульского района кроликов. У него там своя ферма. И мы с мужем туда поехали. То есть до этого мы смотрели только в интернете, как их держат, какие клетки нужны. Потому что муж собирался делать все сам. То есть мы не планировали покупать, потому что у мужа золотые руки, и ему всегда нужно их как-то применять. Обустройство крольчатника на Неверова-40 пришлось на период самоизоляции. Поэтому, в отличие от многих других случаев, пандемия скорее помогла, нежели помешала. Сегодня в клетках уже кролики разных возрастов, но пока не в забойном возрасте. Однако в планах уже строительство дополнительного помещения на своем участке для увеличения поголовья. Сотрудники соцзащиты и усилия семьи в реализации соцконтракта оценивают высоко. К сожалению, в городе, конечно, у нас обращений не так много, я думаю, как в селе. Потому что в селе у нас личное подсобное хозяйство более развито. Но мы стараемся по большей мере консультировать, информировать население и привлекать к этому направлению. Потому что это действительно полезно для семьи особенно. И особенно для многодетных. Горожанам соцконтракт предлагает разные пути семейного экономического развития. Например, вы можете оформить контракт на обучение. И, наконец-то, освоить маникюрные дела или стать мастером-парикмахером. Можете придумать себе бизнес-идею и воплотить ее с помощью соцзащиты. С 2014 по 2019 год эту возможность использовали более 16 тысяч семей в нашем регионе. И сотрудники соцзащиты уверяют, что государство может помочь каждому, кто готов работать и развиваться. Павел Половов, Владимир Куликов. Новости Улправды ТВ.